Приветствую вас. Подвольте мне ответить на ваш вопрос с точки зрения профессиональной психотерапии. Надеюсь, что вы воспримете мой ответ адекватно. Значит, первое что вам нужно сделать, это посмотреть в интернете треугольник Карпмана, где очень хорошо описаны отношения, в которых один человек берет ответственность за другого. То есть, ну, это вот такие отношения, в которых люди, значит, ну скажем так, да, не в ладах соответственности вообще. То есть, есть как бы, ну, человек, да, есть как бы партнер. И другой человек, другой же человек, этот партнер берет ответственность за другого. То есть, вы берете ответственность за своего молодого человека и пытаетесь ему помогать. То есть, пытаетесь его воспитывать, стараетесь у него что-то делать и так далее. Это далеко не самый лучший расклад и далеко не самый лучший вариант. Почему? Потому что, потому что это лишает человека возможности самостоятельно сталкиваться с своими проблемами, которые у него есть. Они у него безусловно есть, эти проблемы, ну, потому что объективно, да, вы говорите, что у него низкая цена оценка. Я думаю, что есть, значит, проблемы какие-то еще. Вот. То есть, тут, соответственно, нужно разбираться. Тут нужно разбираться в чем конкретно проблема заключается. Вот. Но история в целом и в общем она именно такая. История в общем и целом именно такая. Вот. Что вы берете ответственность за молодого человека. А активность не больше, чем это нужно. Не даете сталкиваться ему с последствиями своих действий. И соответственно, как вариант, даже не вариант, а как следствие, как следствие, мужчина остается в той же самой позиции, что и был до этого. Но он не меняется. Меняться у него нет никакого мотива, никакого стимула, да, ему что-то делать нет и, собственно говоря, быть не может. Вот. Это то, что вам нужно для себя понять. И здесь возникает вопрос. А может быть, может быть вам все это выгодно? Может быть вам выгодно, чтобы мужчина вел себя так, чтобы вы были для него такой своего рода мамой. Вот. И такой своего рода воспитательницей. Вот. Вот. И чтобы он не менялся. То есть вы хотите, чтобы он не поменялся. Но вы, ведь вряд ли случайно выбрали себе такого человека, да, в отнош... Ну вот, в партнеры. Вы вряд ли выбрали себе такого человека, в партнеры. А вот, значит, вряд ли случайно выбрали себе такого человека, в партнеры. А который, вот, ну, собственно говоря, ну, не уверен в себе. Вот. Я, если честно, не думаю. Так. Ну да, то есть. Не думаю, что вы случайно выбрали себе партнера такого. Вот. Я думаю, что это, как бы, имеет под собой основания. Вот. Какие основания это имеет под собой? Да, это уже вопрос. Это уже детали. Это уже нужно разбираться. Ну, имею. Дальше. А вы не психолог. И никак не можете им быть. Да? В принципе. Со мной это, ну, вы... Вы же... Ну, не... Не занимаетесь психологией. А... Профессионально. Вот. А мы... Мы... Мы психологией занимаемся. Профессионально. И вы, как близкий человек. Близкий человек именно своего молодого человека. Вот. Вот. Вы ему не можете помочь. Потому что вы... Вы именно... Близкий человек. Для него. Понимаете? Вот. И если уж вы близкий человек. Да? Что вам и нужно оставаться этим самым близким человеком. Для него. Да? То есть, не нужно быть для него кем-то еще. Вот. Вы поймите этот момент. Пожалуйста. Не нужно быть для него кем-то еще. Не нужно... Не нужно... Пытаться быть для него кем-то еще. Потому что вы не сможете быть кем-то еще, ибо вы для него близкий человек. А он вас воспри... Воспринимать... Иначе. Кроме-кроме как... Близкого человека. Тоже не может. Потому что, ну, это... Это невозможно. Невозможно воспринимать... Близкого человека... Как-то иначе. Да? Как психолога. Это невозможно. Еще раз повторяю. Да? Невозможно в принципе. Вот. Поэтому вы вступаете на заранее проигрышный путь. С другой стороны. Вступая на этот путь. На путь... На этот проигрышный путь. Вы... Значит. Отдаляете его от себя. Мышина. Понимаете? То есть, если вы хотите, чтобы у него что-то изменилось. Если вы хотите, чтобы мужчина стал другим. Если вы хотите, чтобы ситуация поменялась. Позвольте ему быть тем, кто он есть. Кхм. Вот. Но ему так и скажите. Ему так и скажите. Что извини, дорогой. Извини, дорогой. Но меня не устраивает, как ты себя ведешь. Я не хочу, чтобы ты себя со мной так вел. И все. И все. Позвольте человеку столкнуться с теми последствиями своих действий. Которые реально есть. Реально существуют. До этих пор, пока вы не позволите ему столкнуться с этими последствиями. Ничего не будет. Понимаете? Вот. И вся ваша идея о том, что вы хотите помочь ему и так далее, не будет работать. Дальше. Следующий важный аспект. Кажется того, что вы не сможете поднять самооценку своему парню. Это может сделать только он сам. То есть только сам мужчина может, поработав над собой, измениться. Если он считает это проблемой. Но, как мы с вами уже поняли, как мы с вами уже увидели, вы ему не позволяете увидеть в этом проблему. То есть вы пытаетесь ему помочь. Вы лезете ему в душу. Вот. В психологии это называется дикий психоанализ, когда без спроса, да, без разрешения. Клиент, без предварительной договоренности, начинает пытаться человека, грубо говоря, лечить. Вот. Что никогда ничем хорошим вообще не заканчивается. Ни для кого, ни для одной стороны. Вот. Понимаете? Вот. Поэтому не нужно заводить в тему психологии с молодым человеком. Позвольте ему самому столкнуться со своими проблемами. А вы, вы, лучше подумайте о том, для чего вам понадобилось мужчину, своего мужчину спасать. Для чего вам понадобилось ему помогать. А зачем вам ему помогать. Понимаете? Вот. С какой целью вы хотите это делать? Ну. С какой целью вы это делаете? Смотрите, какая история. Вот и всё. Вот и всё. Вот. И вот это то что вы можете реально сделать. Потому, что ну как правило, да, вот. Как правило, те, кто занимается спасательством, да. Вот. В отношениях. Эти люди, они сам являются жертвами. И если уж так получилось, что вы жертва, то давайте смотреть в чем, где и как, дабы выходить из этого состояния. Туда не нужно будет никого спасать. Любовь это не спасение, любовь это безусловное принятие. Не можете принять? Ваше право. Вот. Тогда необходимо увидеть вред, который вы получаете от действия человека, и его избегать, этого вреда. Вот и все. На этом я думаю закончить свой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.